Здорово, черно-белые! Как дела? Все отлично? Я тоже так думаю. Меня зовут Юра Жуков, и это ежедневная битва мемов. Вот так вот. Представлю вам сегодняшних игроков, которые здесь сегодня будут сражаться за самый смешной мем. Голкипер команды Сергей Мыльников. Серега, привет. Привет, привет. Смотри, у нас как четко получается. Защитник Артем Блажеевский. И нападающий Никита Тертышный. Смотри, вся линия получается. В общем, в двух словах. Есть большая карточка с ситуациями, есть маленькие карточки с мемами, которые я раздаю пацанам. По шесть штук будет у каждого. После каждого круга вы добираете по одной карте. Все, в общем, несложно. Значит, все. После каждого круга вы, ну, мем, который вы использовали, мы убираем, и вы берете по одной карточке. Дальше, если готовы, то мы поехали на первую ситуацию. Готовы? Да? Там есть вот знакомая хотя бы у вас? У меня есть одна, да, прикольно. Одна? Нормально. Это уже хорошо. Ладно. Когда научил Зака материться по-русски? Никита Тертышный. Кто у вас Зака учил? Ну, русским словам. У меня мало подходящего. Ну, я так же. Так. Не, ну тут без вариантов. Да. Ну, сразу, сразу. Да, да, да. Никита Тертышный. Когда научил Зака материться по-русски? Анжелина, Анжелиночка идет в... Так, я беру. Да. Все, тема. У вас кто учил Зака-то в итоге? Да я даже не знаю, он откуда научился-то. Он же сам учит. Да, он сам, он, кстати, сам учит. Не, он учит русский сейчас, но он... Он спрашивает, типа, что значит, что там перевести-то делать. Как будто... Английский. По-английски? По-русски. Ну, у него же наверняка преподаватели английский знают по этому. Когда хотел освободиться с матча пораньше, но пропустили гол и впереди овертайм? Блин, это вообще бесит всегда. Ну, пойдет, пойдет. Есть. У меня вот это будет. Это тот самый, который ты знаешь? Вот таких вот можно было бы шесть карточки. С разными котами они всегда заходят. Ну, надо же его озвучивать, этого кота. Ты знаешь, что он же там. Блиииииин! Овертайм! Ну... Выбирай. Никит, какой тебе больше всего нравится? Подходит больше вот это, но нравится больше вот это. Да, хорошо. А это, Серега, это... Моя. А, это твоя? Я сказал, что она будет подходит. Она тебе нравится, да? Не, нравится вот это. А, нравится вот это. Так, ладно, давай тогда так. Мы тебе за судейство полбала Никите Тертышному. Можно начислить, да? Да, да, отлично. Полбала Никите Тертышному. И тогда один балл Тене Блажиевскому, потому что Никит сказал, что это лучший мем, который... Никит, спасибо. Который хоть и не подходит, но... Честно, честно. Кто знает здесь? Ты проснулся утром и увидел 30 пропущенных от Гру. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Че ты писала? А че в смысле? А че в смысле? Так. Ну, это... Это че напомни? Вот это вообще, че за мем? Он типа чернеет с каждой... С каждым пропущенным? С каждым пропущенным. Да. Так вот. Так, а это, по-моему, что-то типа безразличия, да? Смотреть вдаль? Это Пабло Эскобар. Да? Ну, это сериала, да? Не знаю. Это он. Да-да. Да? Может, у нас Кошка опять победит? Он мне нравится просто. Тоже хорошо. Да? Тоже хорошо. Тём, ты теперь судьей выступишь, пожалуйста. А мне тоже Серегина больше всего нравится. Да? Да. Ну что, тогда полбала Артём Блажевскому и балл Сергею Мыльникову за мем с Кошкой. А мне ничего, да? Лицо переводчика, когда пытается перевести первый блин комом. Всё, всё, можно не трать, не трать. Я устал. Лучше. Ну, тоже хорошо. Блин, блин, блин. Это всё хорошо. Это всё хорошо. Давайте всем по баллу Серёге 2. Ну, потому что он берёг этот мем. Следующая ситуация. Когда выбежал на лёд шестым? Чё это? А, типа все смотрят? В скалейке смотрят? Да, да, да. Это вот... Пойдёт. Выберем между этими двумя, да? Никит, давай, так как ты остался, твой мем самый отвратительный. Да. Вот. Какой выберем? Вот этот. Вот этот? Да. Ну, несправедливо вообще. А, чё? Так, всё. Подожди, а выбежал, когда на лёд шестым? Ну, и все на тебя смотрят. Типа, ты что сделал? Так, хорошо, давайте тогда мы у Никиты Тертышного полбалла заберём. Отдадим Артёму Блажиевскому. И того, ну и плюс полбалла Никитиных, плюс, который он сказал. И в итоге, в общем, один балл Артёму Блажиевскому и один балл, как сказал Никита Сергею Мыльникову. Следующий статус, ситуация. Сразу я хотел бы узнать, было ли такое, когда в день матча съел что-то несвежее. Пока не ещё было. Ещё не раз. Серьёзно? Смотри, тут всё сошлось. Да всё, не давай, он всё, дай ему балл просто, да смысл кидай. Но потратить надо всё равно. Да, всё, ладно. Блин, это подошло бы на командную фотосессию, когда, знаешь, перед сезоном. И когда ты пришёл к доктору ещё, рассказываешь ему. Но так сложилось, два балла Серёге Мыльникову за мемаз Еленой Малышевой «Улыбайся и терпи», это 100%. Прям как попалось. Два балла Сергею Мыльникову, потому что здесь просто не выиграть Елену Малышеву. Никит, у тебя прикольная собака была на концерте. Лицо Кузнецова, когда он не забил трактору. Он должен быть радостный или расстроен? Он? Да. Не, ну с учётом того, как он вообще очки в этом сезоне набирает, он вряд ли должен веселиться. Ну, кто, блин? Ну, чего у него там? Ну, там Голевая в первом матче и… Да всё, как у меня. Не всё? Никита его на предсезонке уже обогнал. Да. Да, хороший, хороший, хороший. Все три я бы, я бы все три выбрал, да? Всем по баллу, да? Всем по баллу, да, абсолютно точно. А где, кстати, самый лучший лёд в лиге? Екатеринбург, наверное. Э, алло. Да, да, да. Ну, если мы берём качество льда? Точно не у нас. Блин, да всё. Один балл Сергею Мыльникову за то, что долго думал. Раньше был йокерит в кессингах. Когда был? Там был прям очень классный. В том году в Казани неплохой был, кстати. Так, ну, Серёг, где лучше? Да ему-то чего он в калитке стоит? Там прыг-прыг ему, ему не надо кататься. У него всегда прыг-прыг? У него всегда там всякое, снег, там, не знаю, плюют ему туда. У него в зоне это. Он же вот так убирает же. Чистит, но грязно. А, там прям мусор, да? А потом клюшку хлорка обрабатывает. В раздевалке заиграла любимая песня. Э, у тебя этот был уже? Нет. Нет, не был? Нет, не был, не был. Любимая песня заиграла. Любимая. Ооо, по-моему, по-моему. А вот это кто вообще, в принципе? Это Сергей. Здрасте. И его карточка, и он, в принципе. А, это твоя фотка? Наконец-то увидели, как Серега выглядит без маски. Так, без маски, да. Да. Ребят, ну... Блин, вообще давайте так, по баллу. Ну, чтобы сильно не отставали, да? Вот таким образом. Окей, записывайте там. Вечерняя ситуация. Наши легионеры впервые оказались на ЧТЗ. ЧТЗ, я думаю, как район, не как родина вообще трактора. ЧТЗ, да. На ЧТЗ просто. Да я говорю, у меня вообще ужасно, просто... Так, не, ну давайте, в любом случае, хорошо. Эти два мема по два балла. Это у нас, Серега, это... Не, это Блажев. Это Артем Блажевского, Сергей Мыльников, попугай... Не, ну, прикольно, угарно. Никит, тебе, ну, один балл за то, что ты старался. Спасибо. Вот это жизнь. Когда у Гру закончилась жвачка посреди матча? Может, по два? По два? У меня две тоже подходят, кстати, да. Это Бен стоит, а вот это бежит персонал за его жвачку. Нет, тогда вот так. Это хорошо. Давай так сделаем коллективно. Вот он стоит, ждет. Нет, у меня почти похоже. Кто-то спокойненько идет. Это Матвей, клюшку ты сломал, он вот так вот себе бежит. Кто? Никита, ты один использовал? Вот так. Ну и пусть вот так пусть будет. Все, он уходит. Блин, не, ну это все хорошо. Ну, здесь без вариантов в этом раунде побеждает Тема Блажевский, потому что здесь он сберег. Это все то, что было надо. Давай три балла, Артем Блажевский, в этом раунде тебе. И по одному баллу мы даем в этом раунде Сереге Мыльникову и Никите Тертышному. Это была последняя ситуация и последний раунд. Итак, переходим к результатам. Никита Тертышный 6,5 баллов. Артем Блажевский 10,5. Сергей Мыльников, 11 баллов. Ребят, спасибо большое. Наш мем-баттл завершен. Серега, тебя с победой. Без оговорочной. Все, большие молодцы, что были с нами. Смотрим, ждем дальше, как там будет. Пока.